Суд именем Республики Беларусь приговорил признать виновным в незаконных с целью сбыта приобретения и хранения, а также незаконном сбыте психотропных веществ, в отношении особо опасных психотропных веществ, являясь лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьей 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В отношении приговора по рассматриваемому делу суд был категоричен. Молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей, причем по тем же вопросам. За повторное преступление ему предстоит провести 9 лет в исправительной колонии усиленного режима. Прямо из зала заседания в сопровождении конвоиров он был отправлен по месту отбывания наказания, которое должно стать мероисправительной для непосредственного нарушителя. Показательным был этот процесс для молодых людей, принимавших участие в заседании в качестве зрителей. Мы попытались применить еще одну из мер профилактических. Это рассказ ребятам, что вообще действует, какое наказание действует за нарушение закона по незаконным оборотам наркотиков в части нарушения именно законодательства уголовных дел. Наверное, только эта мера профилактическая нам поможет хотя бы рассказать детям, что ждет взрослых людей, в том числе и тех, кто совершил нарушение уголовного дела, нарушение закона до 18 лет. Новая форма профилактики – показательные суды, а после общения с прокурорами и следователями призвано уменьшить количество нарушений в молодежной среде. Как показывает статистика, в последнее время количество наркопреступлений остается довольно высоким. Особенно ощутима проблема в подростковой среде. В последнее время значительно увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За истекший период текущего года их зарегистрировано уже порядка 700. На 18% увеличилось число преступлений по сравнению с прошлым годом, связанным с сбытом наркотика. Пугает тот факт, что данные преступления распространены именно в молодежной среде. И в связи с этим законодателям были приняты меры по ужесточению ответственности за совершение преступлений подобного рода. Примером чему служит и сегодняшний приговор, вынесенный судом в отношении молодого человека. Подобные профилактические мероприятия уже совсем скоро могут войти в широкую практику. Во время таких встреч молодые люди не только слышат о том, почему опасно заниматься таким нелегальным здоровьегубительным бизнесом, но и видят на практике, что бывает с теми, кто пробует играть в игры с законом.